24 декабря в республике приняли закон, позволяющий крымчанам-льготникам бесплатно получать землю. Порядка 300 тысяч человек попадают под его действия, в том числе участники полян протеста. Несмотря на то, что приём заявлений от них начался около месяца назад, в здании Укромненского сельского совета огромная очередь, нет свободных мест. У кого-то много детей, кто-то живёт в аварийном доме. Люди надеются получить участок. Насколько он вам необходим? Вот, для сына. Вот и всё. Для сына, для дочки. Вот это самый главный наш вопрос. Меньше чем через месяц, 1 апреля, крымчане начнут получать земельные участки или смогут легализовать самовольно занятые. Для этого нужно успеть оформить все необходимые документы в местных органах власти. На сегодняшний день мы уже приняли 552 человека, по-моему, это было на понедельник. Всего ожидаем, что где-то около 900 заявлений. Местные жители очень сильно нуждаются в выделении земельных участков, потому что в последний раз земли выделялись в 2002 году, то есть более 13 лет назад. Правительственная проверка во время работы в сельсовете уделила внимание тому, как в кабинете принимают людей, насколько быстро оформляются документы. Назвала сотрудников лицом власти. Имена от них зависят с положительным или негативным настроем. Сельчане выйдут из здания. Лицо власти – это тот человек, который берет на себя удар вот этих вот 23-летних мытарств, людей, потому что им не от хорошей жизни они вышли на эти поляны протеста. Поэтому здесь найти какие-то правильные слова, то есть показать, что мы сегодня внимательно относимся ко всем их вопросам. По всему Крыму участники полян протеста активно пишут заявления. Такими темпами полуостров должен в кратчайшие сроки очиститься от всех самозахватов. Это говорит о том, что политика, проводимая Совмином, правительством, полностью открытая, прозрачная. И люди сегодня с доверием идут и подают заявление, понимают то, что в первую очередь это защищает интересы крымчан. Кто получит участок первым? Новый закон не делит крымчан на категории. Пока условно в очереди на получение жилья два типа людей. Те, которые вынуждены были выйти на поляны протеста, и те, кто годами писали заявление, но слышали отказ. Татьяна Ханкота, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ, Симферопольский район.